МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Телекомпания ТВ-Сфера приветствует всех телезрителей нашего канала. Здравствуйте! В эфире городские новости в студии Ольга Авилкина. Неделю назад, 15 октября, в населенных пунктах республики стартовал отопительный сезон. Согласно оперативной сводке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР, в штатном режиме работают 99% котельных. Теплоноситель получают 98% объектов социальной сферы. Внутренние системы централизованного отопления работают в 12 254 жилых домах, что составляет 99,4%. Как проходит вторая неделя отопительного сезона в Харциске, сегодня обсуждали на аппаратном совещании в городадминистрации. По традиции, в еженедельном аппаратном совещании в городадминистрации приняли участие главы городов и поселков Большого Харциска, их заместители, начальники отделов и управлений, которые докладывали о выполнении контрольных поручений и текущей ситуации в подведомственных сферах. Директор Харцискоммунхоза Александр Герескулов рассказал, что на этой неделе в штат коммунального предприятия трудоустроен еще один грузчик. Так что вскоре будет создана бригада, которая займется уборкой контейнерных площадок возле мусорных баков. На предприятии также занялись ремонтом контейнеров, приводят в порядок колеса на баках. Первый заместитель главы городадминистрации Владимир Ярошевский доложил Виктории Жуковой о нескольких проблемах, решение которых держится на контроле. Одним из таких вопросов является эксплуатация изношенного на 80% водовода, проложенного от Ольховского водохранилища в поселок Горное. На контроле городадминистрации и борьба с завоздушенностью тепловых сетей в многоэтажках Харциска. Есть стояки, которые у нас на сегодняшний день перекрыты, мы не можем найти их причину. Для начала мы ходим по жителям, спрашиваем почему, потом открываем и сидим, ждем, выбезет кто-то или нет. Такая ситуация у нас была вчера на юбилейном 9, когда жительница пожаловалась, я отправила туда аварийку, мы включили, и тут же оказалось, что порыв в квартире, по-моему, 44-й, и мы сразу его перекрыли опять. Сегодня люди работают по замене радиатора, будем отключать, вернее, включать. Мы уже объявили всем, развесили объявление, что если кто-то перекрывает самостоятельно стояк, либо подъезд, мы будем составлять акты на админ комиссию. Потому что у нас такая информация не всегда приходит на аварийку, и для нас проблематично потом понимать, открывать его или не открывать. С развоздушением та же сама ситуация. Там, где у нас верхняя разводка, мы прошли, дома сделали полностью. Там, где по стоякам, в основном остались те квартиры, где нет пятых, девятых этажей. Сейчас эту работу ведем, будем обращаться в полицию для вскрытия. Пока осень радует харцизян погожими деньками, котельные держат температуру теплоносителя на минимуме, и центральная система отопления работает, по сути, в режиме циркуляции. Вопросов на данный момент нет. Единственное, что в связи с температурой, об этом по графику. Поэтому теплоноситель имеет низкую температуру, есть обращение совместно с ЭЗМ решаемых. Так все в порядке, в принципе. Ну и наведение порядков сейчас по ранее вскрытым участкам. Плиты есть, да, но там у нас два участка еще, которые должны довести. Заявки поданы уже. С докладом о ходе отопительного сезона выступили главы администрации Иловайска из Угреса. Была устная жалоба, это театральный один. Вода по трубам идет, но она холодная. И также ночью она, радиаторы холодные, с теплосетью. Это только услышали, сказали, посмотрят. Пока не докладывали. Больше никаких особых повреждений нет. Мелкие порывы, которые были, не касающиеся теплосети, это внутридомовые порывы. Все устраняется в течение рабочего дня. На сегодня запущено 136 домов из 131. Это 30 позор, из 2, и 106 по нижней части. Но причины разнообразны. И в квартирах много порывов, и по подвалам, и несколько домов по причине теплосети. То есть, надо лишь как-нибудь протекать. Есть котел восьмой в работе на станции. Достаточно стабильной выглядит ситуация и в учреждениях социальной сферы Большого Харциска. Порывов и незаконченных ремонтов системы отопления нет. В больницы, школы и детские сады теплоноситель подается в штатном режиме согласно температурному графику. Разбитые тротуары, отсутствие дворников, требующие ремонта многоэтажки. Эти и другие проблемы, волнующие жителей микрорайонов Металлургов и Юбилейного, вчера были озвучены в актовом зале 25-й школы, где состоялась очередная встреча главы городминистрации Виктории Жуковой с харцезянами. Эта встреча с жителями Черемушек стала для Виктории Жуковой первой после назначения на должность главы администрации Харциска. Желающих познакомиться с мэром и рассказать ей о своих наболевших проблемах вчера оказалось немало. Чтобы диалог власти с народом прошел более конструктивно, собравшимся предложили начать с озвучивания общих вопросов. Один из них – отсутствие дворников. Виктория Жукова предположила, что ситуация может исправиться уже в ближайшее время, так как с 1 октября в республике коммунальщикам повысили зарплату. А стало быть, и желающие трудоустроиться в службу единого заказчика теперь должны появиться. ЖЭК предлагает, что если есть желающие женщины, у которых здоровье позволяет, которые безработные в какой-то определенный момент и которые, как вы говорите, сами убирают у себя во дворах, то можно прийти и на какую-то четверть или какую-то треть ставки, в зависимости от того, какой объем вы возьмете, образно эта женщина, то ли это один дворик, то ли два дворика, можно убирать у себя во дворе и получать за это заработную плату. Это будет под спорь и вам, и ЖЭКу, и всему населению. Поэтому на работу приглашаем всех активно. Общих вопросов оказалось немало, и большая часть их касалась дорожной темы. В частности, говорили о том, что на микрорайоне А во дворах 40-х домов разбиты внутриквартальные проезды. Виктория Жукова, в свою очередь, отметила, что сегодня в приоритете асфальтирование городских дорог. Например, до конца октября работы по восстановлению дорожного покрытия будут выполнены по ряду улиц на трубной стороне. Отремонтировать в этом году дорог больше, чем запланировано и профинансировано, невозможно. Вот хоть Харциск, он уже в тылу сейчас находится, но война идет. На передовой гибнут ребята все время. Бюджета у нас не хватает в республике, чтобы мы отремонтировали качественно все дороги. При Украине, когда она была, вообще там, ну, если ремонтировалась, то чуть-чуть, и то, когда была там европодготовка 2012. Сейчас за пять лет существовали республики, сделано столько ремонтов, сколько за 20 лет Украины не делалось, по сути, если посмотреть. Но мы должны понимать то, что все равно у нас существует экономическая блокада, то, что все равно идет война. И то, что мы должны сейчас ограничиваться тем бюджетом, который у нас есть. Мы бы с удовольствием сделали бы все дороги, чтобы выходили довольные, благодарные, чтобы водители были довольные, благодарные, нам бы было приятно, хорошо. Нам же лучше сделать, чем слушать на сходах граждан какой-то негативный шатрис. Конечно, лучше сделать. Но мы сейчас должны довольствовать тем, что у нас есть. Мы должны делать там, там, ну, самые кричащие ситуации. Неделю назад в Харциске, как и было запланировано, стартовал отопительный сезон. Но вот батареи в квартирах некоторых горожан до сих пор остаются холодными. Жители Черемушек поинтересовались у мэра, как поступить в той ситуации, когда соседей верхних этажей отсутствует, а система отопления завоздушена. По поводу того, что если нет соседей, происходит какая-либо аварийная ситуация, либо это влияет полностью на отопление всего дома. Составляется комиссия, и в составе комиссии ЖЭК и полиция все выходят и вскрывают тогда, в квартиру для того, чтобы был допуск. Потом эта квартира опечатывается, ключи передаются либо ответственному соседу, либо ЖЭКу. И все соседи должны понимать, которые оставляют свое жилье и не оставляют ключи соседям, то, что если случится какая-то аварийная ситуация, то комиссионно нужно будет эту квартиру вскрывать. После обсуждения вопроса доступа в квартиру отсутствующих соседей вполне логично всплыла на поверхность тема брошенных квартир и домов. Виктория Жукова рассказала собравшимся о том, что в очереди на получение жилья стоят 156 человек и о том, что сегодня в Харциске начата процедура инвентаризации государственного жилья. По частному по закону есть практика, что если частное жилье брошенное более 15 лет, то обследование идет этого жилья, смотрим на выявление наследников. Если наследников нет, мы не выявляем их ни через ЗАГСа, ни через БТИ, если нет наследников, то списочно это жилье передается в налоговую. Налоговая производит выморачивание. Это в течение года еще проходят всякие процедуры, чтобы посмотреть, будет выявлен или не будет собственник, но по закону налоговая должна потом эту квартиру реализовывать через аукцион. То есть распечатка в газете через аукцион, то это как бы... Ну мы сейчас вот просим, чтобы внесли изменения в законодательство и приняли, чтобы эти квартиры переходили государству, чтобы мы могли дальше выдавать людям по очереди жилье. Потому что у нас вот как получилось, то что порядка 60 человек есть льготники. То есть это сироты, многодетные, те, кто нуждаются в жилье. Всего в ходе встречи с жителями Черемушек было озвучено несколько десятков вопросов. Практически по всем затронутым в ходе обсуждения проблемам городоначальникам, его заместителями, начальниками управления администрацией и коммунальщиками, которые присутствовали на сходе граждан, были даны разъяснения. Сегодня в ДНР отметили Международный день белых журавлей. 22 октября посвящается памяти тех, кто погиб на полях сражений. Необычный праздник с поэтическим названием более 40 лет назад предложил отмечать народный поэт Дагестана Расул Гамзатов, автор стихов знаменитой песни «Журавли», получившей за минувшее полвека широкую известность во всем мире, а в 2014 году ставшей официальным символом движения «Бессмертный полк». Песня, которую многие на постсоветском пространстве знают и поют, сегодня звучала и на митинге в Харцизке. Мне кажется порою, что солдаты С кровавых, не пришедшие полей Не в землю нашу полегли когда-то, А превратились в белых журавлей. Стихотворение о журавлях поэт написал после поездки в Японию, впечатленный историей о местной девочке Садака, мечтавшей сделать тысячу бумажных журавликов в надежде на чудесное выздоровление от смертельной болезни. Но чуда не произошло. Девочка умерла от лейкемии, последствия атомной бомбардировки Хиросимы. Уже на родине Расул Гамзатов написал стихи, которые через несколько лет стали песней с душевным и пронзительным звучанием. В Харцизский литературный праздник «Белые журавли» объединил трудовые коллективы нескольких бюджетных учреждений и организаций города. Почтить память воинов, погибших на полях сражений во время Великой Отечественной войны, войны в Афганистане и в ходе нынешнего противостояния на Донбассе горожане сегодня собрались у вечного огня. Сегодня во многих странах празднуется этот праздник. Мы должны помнить тех бойцов, которые дали нам возможность жить, строить будущее. Мы не должны забывать тех воинов, которые погибли в Великой Отечественной войне, в Афганистане и, конечно, тех воинов, которые погибли на Донбассе. Поэтому через поколение мы должны проносить и доводить до наших детей все то, что они сделали для нас. День Белых Журавлей принято считать праздником духовности, поэзии и светлой памяти о людях, не вернувшихся с войны. О том, что нужно эту память сохранить, сегодня на митинге говорили все выступающие. К сожалению, Белыми Журавлями стали не только деды и прадеды, но и сыновья, отцы и дети наши. Память о них должна предаваться из поколения в поколение. Мы будем помнить их долг, который они отдали за мир на нашей земле. Вечная память. По традиции, память солдат, отдавших свои жизни при исполнении воинского долга, горожане почтили минутой молчания. По окончании митинга харцезяне оставили у подножья памятника воину-освободителю цветы и прикололи к импровизированному полотну славы бумажные журавлики с именами погибших родных. В Международный день Белых Журавлей на поселке Горное в детском саду Малыш в рамках долгосрочного проекта общественного движения Донецкая Республика «Эхо времен» прошло тематическое патриотическое мероприятие. В сентябре воспитанники детского сада Малыш готовились к утреннику, посвященному Международному дню мира. Октябрь у дошкольников проходит под знаком Белых Журавлей. Изначально проводились с детьми беседы, рассматривались картинки, как бы предварительная работа, прослушивались музыкальные произведения, рассматривались даже мини-фильмы военные и рассказывалась сама история праздника Белых Журавлей. Помещения и коридоры детского сада, начиная от входа, сегодня словно экспозиция музея. Гостям праздника, родителям, да и самим детям было интересно увидеть результат месячной работы. «Ребята побывали в роли операторов, режиссеров. Они пытались снять свой мини-фильм. И кинолента у нас отображена сегодня в коридорах детского сада, как результат вот этой работы. Отбирали кадры совместно с ребятами. Не просто отрывки из военных фильмов, а в основном на кадрах дети. То, что близко нашим детям, то, что им легче понять». В музыкальном зале детского сада и в декорациях, и в костюмах сегодня преобладал белый цвет. Вместе с воспитателями ребята из старшей группы рассказали гостям утренника об истории Дня Белых Журавлей. Работая над сценарием праздника, нельзя было не включить в него песню Яна Фрэнкеля на стихи Расула Гамзатова «Журавли», ставшую своеобразным гимном этого дня. При подготовке к утреннику малыши узнали о японской девочке Садака Сасаки, одной из тысяч жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. История о бумажных журавликах, которые делала Садака в надежде на выздоровление, давно стала легендой, а японский журавль Оригами – символом надежды и мира. «Журавли, журавли, японский журавль, ты вечно живой сувеник». Что такое минута молчания и почему ее объявляют на митингах? Шестилетние воспитанники малыша знают ответы на эти вопросы. Одну из первых в своей жизни минут молчания они провели так, как не всегда проводят некоторые взрослые. Отдав дань памяти всем погибшим на разных войнах, День белых журавлей в детском саду завершился песенным призывом к миру во всем мире. С надеждой, как поется в песне «На мирный мир и смех детей» я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи на канале ТВСФЕРА. 23 октября 1928 года родился Юрий Сергеевич Саульский. Определяющим в его жизни стало то, что оба родителя были не чужды музыке. Играющий с детства на нескольких музыкальных инструментах, Юрий закончил музучилище, а вслед за тем и консерваторию. За первую песню «Железная воля народа» будущий композитор получил премию. Однако тяготел не к социореализму, а к чуждому советскому слушателю, по крайней мере, так уверяла нас коммунистическая партия, джазу. С неправильной музыкой развернуться не дали, но осталось для Юрия Саульского широчайшее поле деятельности и без этого. Музыка для театра, кино, мультфильмов, для эстрады, наконец, написанная Юрием Сергеевичем была узнаваема и любима. Ведущие исполнители считали большой удачей включить в репертуар его песни. Одна из них «Осенняя мелодия» своим названием как бы говорит, что только словами всю красоту осени не выразить, нужна музыка. Слеза осенних дней примета, росой холодной потекла, и журавли уносят лето, раскинув серые крыла. 23 октября, как и в предыдущие дни, в нашем регионе обильная роса, образованная утренними туманами, днем переменная облачность, температура воздуха около 16 градусов, северо-западный ветер 3-5 метров в секунду, ночью малооблачно, температура воздуха 8 градусов, ветер северный 2-4 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова